Здравствуйте дорогие друзья! Задумывались ли вы над вопросом, почему туристическая группа Дятлова называлась группа Хибина? Известно, что Хибины это горы на Кольском полуострове, но какая связь с Дятловым? Почему? Между тем мне удалось найти эту связь и разгадать загадку, почему группа Дятлова называлась группа Хибина. И как ни странно, помог мне в этом Сергей Миронович Киров, расследованием смерти которого я сейчас занимаюсь. Кирова застрелил Леонид Николаев 1 декабря 1934 года, рядом с рабочим кабинетом в Смольном. А жил Киров вот в этом жилом комплексе, который и по сей день считается самым крутым домом в Санкт-Петербурге. Это раньше была улица Красных Зорь, дом 2628, был построен в 1912 году. После убийства улица Красных Зорь была переименована в проспект Кирова, но сейчас проспект имеет свое дореволюционное название Каменноостровский проспект. А дом, дом трех Бенуа, по архитекторам, которые спроектировали этот дом. Дом, где жил Киев, Киров расположен на Каменноостровском проспекте, между метро Горьковская и Петроградская, в самом сердце Санкт-Петербурга. До Смольного пешком до работы примерно 7 километров, чуть-чуть больше, если пешком. Но Киров, естественно, перемещался на служебной машине. Киров это псевдоним, взятый Костриковым, Сергеем Мироновичем, тоже в 1912 году. Изначально Киров имел политехническое начальное инженерное образование, потом готовился к поступлению в политехнический университет города Томска. Но партийная работа увлекла его, и изначально Киров поднимал промышленность Азербайджана. Потом, в 1926 году, был направлен производить индустриализацию и коллективизацию Ленинградского округа, значит, города Ленинграда и Ленинградской области, которая на тот момент, в 1926 год, была значительно больше. Кроме того, в задачи Кирова входила борьба с Зиновьевской оппозицией. Он расстрельные списки там подписывал, ну, много чего там у него было за время работы в Ленинградском округе. Первый секретарь Ленинградского обкома партии. Вот вы видите парадный вход в этот музей Кирова, он открыт. Квартира Кирова на четвертом этаже расположена. Ну, да ладно, продолжаем говорить о доме. Значит, в 1912 году дом Трехбиноа самый модный, самый продвинутый жилой комплекс Санкт-Петербурга. Там было автономное отопление, гаражи, прачечные, грузоподъемники, вот лифты, да, телефонная связь, горячая вода, теплые туалеты с бедой и ванной и прочие блага цивилизации. Если в каком-либо фильме или сериале вы видите двор, то, скорее всего, этот двор снимали в сложной системе проходных дворов жилого комплекса Трехбиноа. Значит, здесь у нас, посмотрите на двор внимательно, здесь у нас снимали и фильм «Гений» с Абдуловым, и агент национальной безопасности. Улицы разбитых фонарей без конца тут снимают. И много еще, что тут снимали в этом доме. Значит, на шестом этаже квартира Кирова, напоминаю, в конце выпуска вы узнаете, почему группа Дятлова называлась группа Хибина. Но для начала нам надо посетить музей Кирова, чтобы ответить на этот вопрос. Итак, смотрим. Перед входом в кабинет Кирова стоят его лыжи. Обратите внимание, какие у Кирова были лыжи. Он был заядлый охотник, любил зимой охотиться. То есть он был кем? Туристом. Туристом был Киров, лыжи у него с мягкими креплениями. Значит, лыжники называют такие лыжи дрова. Обычные лыжи, самые простейшие. У меня в первом классе были точно такие же лыжи, как у Кирова. С креплениями у меня лыжи появились в середине 80-х. А до этого мы ездили на таких лыжах. Входишь в квартиру Кирова и видишь вот этот вначале кабинет. Кабинет, конечно же, роскошный. Мебель, конечно же, дореволюционная. Но обратите внимание, сколько книг. Сколько книг у Кирова и сколько чучел животных. Все это добыл Сергей Миронович Киров. Книги у него не только по марксизму, ленинизму, но по инженерному делу, по промышленности, по индустриализации Германии, например. Были там и томики Достоевского. Ну, в общем, очень интересно посмотреть, что же читал Киров. Вот, всякие экспонаты, шкатулочки, портсигары с изображением Сталина. Портреты Сталина. Друг Рженикидзе у него был. Портреты Рженикидзе висят. Музей был создан в 1955 году вдовой Кирова Сергея Мироновича. Уже после войны квартиру она под музей. Раньше музей был в другом месте, в особняке Кшесинской. Но потом в 1955 году переехал в квартиру Кирова. До этого здесь жила вдова Сергея Мироновича Кирова. Обратите внимание, какая роскошь. Все из кожи, из красного дерева. Благородные деревья. Дорогие переплеты. Ну, в общем, картины, фотографии, чучела животных. Обратите внимание, сейчас вы на столе увидите кожаный альбом. Это рабочие завода. Отчет составляли Кирову, привозили в коже, в переплетах. Сейчас вы увидите. Мне поразила вот эта книга. Вот, вот, видите, кожаный переплет. Это отчет завода обувного. Ну, в общем, хороший кабинет у Кирова был. Этот кабинет дома у него. Следующая комната в доме Кирова – это библиотека. Сразу из кабинета мы переходим в библиотеку. Меня больше всего потрясла, конечно же, мебель, которая подогнана под каждую нишу. Никаких пустых мест нет. Видите, как идеально смотрятся книжные шкафы. Антикварная мебель нравится вам? Хотели бы вы себе такую мебель дома иметь? А потолки какие? Три с половиной метра потолки. Значит, дом в стиле модерн. Естественно, там железные перекрытия в этом доме. В общем, радио, мебель. Все как положено у партийного деятеля. Нравится? Шкафчики нельзя было открыть. Так, теперь мы перешли в столовую. Столовая с кухней сообщается. Тоже буфет, стол, самовар. И тоже добытые Кировым чучело животных. Хорошее местечко. Да, кушал он здесь. В музее, как вы видите, кроме меня, ни одной живой души. Это было 1 октября, примерно в 2 часа дня. Так, столовая. Сейчас мы переходим в спальню. После столовой вы увидите спальню, в которой спал Сергей Миронович Киров. Можно я буду называть его партийным функционером? Портрет Сталина молодого, смотрите. В каждой комнате висел портрет Сталина. Шкафчик нельзя было открыть. Видите, там они все под сигнализацией. Везде телефоны. Хорошая квартира. Мне очень нравится. Я бы хотела в такую жить. А вот спаленка, спальный гарнитур. Посмотрите, какой у Кирова был. Ну, естественно, зеркало. Портрет Сталина, как видите на столе. Телефоны в спальне, добытые лисицы. А нет, это не Сталина, это портрет Кирова. Нету тут портрета Сталина. В общем, и вот мне нравится тоже планировка. Значит, это была четвертая комната. И вот из спальни прямо выход в туалет и в ванну. Видите, сейчас мы перейдем в туалет и в ванну, посмотрим. На полу паркет. Наверное, березовый. Так, значит, вот. Значит, двери, конечно же, на кухню здесь вот этой левой не было. Ее разломали. Там раньше унитаз стоял, мне тетеньки сказали. Значит, вот где я сейчас стою, стоял раньше унитаз. А тут ванна, беды, обратите внимание, горячая вода. Вот из этого титана, да. Какой умывальник у господ был. Естественно, плитки. Вот, халат, банный халат. Смотрите, махровый халат. У Кирова был уже сто лет назад, да. Неплохо они жили. Партийная элита. Здесь шкафчик, не знаю, зачем стоит. Значит, всякие его... Ножички там в шкафчике лежат. Мне, в общем, захотелось еще вот этот вид снять. Еще вид из туалета на спаленку Кирова. Хорошая мебель. Яблоня или груша, наверное. Грушевый гарнитур. Очень удобная планировка. Угу. Вот. Ну, вот эта комната, значит, здесь выставили охотничьи атрибуты. Здесь раньше не было двери. Ее сделали, чтобы осмотр было удобно. Вот, обратите внимание, какая фляжка у Кирова. Видите, мне вначале показалось, что у дятловцев такая же фляжка была. Но у дятловцев, оказывается, другая фляжка была. Он же тоже охотник. Вот это места тут отмечены, где он охотился. К сожалению, я вот не сфотографировала карту. Так, а это дверь из кухни в гостиную, да, галерейного типа такая планировка. Это, чтобы кухарка приносила суп, там, блюдо, да, для господ. Нормальная планировочка. Удобная, да, когда есть прислуга. Так, что хочу сказать. Первый холодильник, первый американский холодильник перед вами. General Electric, который специально для Кирова выписали из США. Обратите внимание, какой был первый холодильник. Самый первый холодильник General Electric был у Кирова. Специально по спецзаказу из США выписан. Так, ну вот это ледник. Ледник тоже для хранения продуктов. Я не знаю, как им пользовались. Наверное, лед туда клали, чтобы продукты охлаждать. Вот это дверь белая в туалет служебный для кухарки. Туалет для прислуги, да. А вот это кухня. В кухне мне понравилось, что у них тут две раковины. Одна, естественно, раковина для посуды, другая там для мяса, для рыбы, может быть, да. Для картошки, картошку мыть. В общем, такая утварь нехитрая. Интересно, как яйца жарили, да. Модная сковородка. Значит, тут говорится, что Кирову предложили помогать, значит, этого царского, императорского повара. Киров говорит, ну, я люблю простые блюда, там, каши, супы. Значит, императорский повар оскорбился. В прислуге у Кирова была кухарка и домработница. Вот эта комната, в которой экспозиция, посвященная питанию тех лет, да, нормам питания тех лет, это комната кухарки или прислуги. Значит, здесь жила прислуга в этой комнате, отдыхала там, ну, чтобы утром пораньше прийти. Ну, естественно, я вот забыла показать вам черный ход, дверь черного хода. Сейчас здесь сделали экспозицию. Я сфотографировала подробно о нормах питания для детей, для пенсионеров, для рабочих, для служащих. Видите, кладовочка. А вот это справа черный ход, черная лестница для выноса мусора или чтобы кухарка через черную лестницу ходила. Да, запрещено было кухаркам ходить через парадный вход. Вот кухарки ходили через черную лестницу, а пироги готовила только жена Сергея Мироновича Кирова. Она сама пироги пекла, не разрешала кухарке. И вот последняя комната, она по проекту называется детская, но так как у Кирова был ребенок, дочка, в 21 году родилась, но жена Кирова не признала эту дочку, и дочку сдали в детский дом. Ну, в общем, по проекту вот это детская комната, а так как детей не было, это была просто комната отдыха. Здесь Киров отдыхал, может быть, для гостей. Видите, всякие туристические прибамбасы Кирова, всякие ножи, душегрейки, всякие кепки, в которых он на охоту ходил. Ну, естественно, отчеты всякие, партийная макулатура, наверное. Везде портреты Сталина, здесь у нас молодой Сталин. Посмотрите, портрет молодого Сталина. И портрет жены Сергея Мироныча Кирова. К сожалению, я забыла ее имя, в общем, фамилия ее Маркус была. А это вот туристические инструменты Кирова. Посмотрите, всякие пыжи, дробь, ну, в общем, для охоты, что ему надо было. Ну, в общем, хорошо жил Киров, да? В таком-то была свободная. Вот жена, вот портрет жены Кирова. Она вдова, когда вдовой стала, значит, жила в этой квартире, а дочка так и родная продолжала жить в детдоме. А жена законная, у нее детей не было с Кировом. Законная жена жила в этой шестикомнатной квартире, пока не сделала здесь музей. А вот это, значит, в соседней квартире сломали перегородку и воссоздали кабинет в Смольном Кирова. Посмотрите, вот кабинет в Смольном, какой был у Кирова. Мне нравится, что на столе у него, я узнала, вот это халькоперид, кусок халькоперида лежит. Посмотрите, вот видите, слева на столе у него светящийся, блестящий камень халькоперид. Посмотрите, какая роскошь. Вот эти все картины, вот это расстрел 26 бакинских комиссаров, отношение к которым в настоящий момент неоднозначное. Это все картины, написал их Бродский, художник Бродский, тоже портретист техлетная. Я думаю, что эта живопись, конечно, дорогущая, страшно дорогая. В общем, вот такой рабочий кабинет был у Кирова в Смольном. Хорошая мебель, хорошие картины, все хорошее, все как надо. Самое главное, портрет Сталина. Хотели бы вы в таком кабинете работать? Ну, конечно же. То есть, мне кажется, что сейчас вот этот кабинет Кирова даже покруче, чем у современных губернаторов. Как вам кажется? Мне кажется, что очень-очень богато и роскошно, как жил, так и работал партийный деятель. Партийный руководитель тех лет. Фамилия Киров говорит сама за себя, что Кир, господин, да, никакой он не борет за свободу рабочего класса, а наоборот. Господин же он, да? 26 бакинских комиссаров. Расстрел. Знаменитая картина. И вот ответ на главный вопрос. Почему же группа Дятлова называлась Хибина? Гуляя по кабинету Кирова, я увидела картину в его кабинете. Посмотрите, видите большую в левом углу картина? Что там у нас за подпись? Подпись к этой картине гласит Хибиногорск. Но при чем здесь Хибиногорск? Наверное, это город в Мурманской области, рядом с Мурманском. Какое он имеет отношение к Кирову, спросите вы? В 20-х годах в Хибиногорске были найдены запасы апатитов и поступило предложение промышленной добычи апатитов в городе Хибиногорске. Раньше Хибиногорск входил в состав Ленинградского округа, несмотря на то, что на сегодняшний момент это Мурманская область. В 30-х годах Киров неоднократно ездил в Хибиногорск, чтобы инспектировать промышленный комбинат по добыче апатитов. После смерти Кирова, так же как и множество других мест на карте, было переименовано в Кировск. Итак, город Кировск. В городе Кировске однажды сошла снежная лавина, которой придавило порядка 90 человек, и там была создана первая противоловинная служба. 17 декабря 1934 года УПИ у нас Уральский индустриальный институт имени Кирова. Почему ему присвоено имя Кирова? Да потому что Киров сам хотел иметь политехническое инженерное образование. Он планировал поступать в Томск на политехнический институт. Он был покровителем всех индустриальных институтов Советского Союза. Вот этот вот памятник Кирову, который около УПИ стоит, он был возвигнут в 1961 году. Далее. Дятлов в каком году поступает в УПИ? В 1954 году Дятлов поступает в УПИ. Так это же юбилейная дата. Это 20 лет с момента гибели Сергея Мироныча Кирова. По всей стране все советские вузы имени Кирова отмечают праздник. Юбилей гибели Сергея Мироныча Кирова в 1954 году. Как Дятлов должен был реагировать? Естественно, свою туристическую группу он должен был связать с именем Сергея Мироныча Кирова. С одной стороны, город Кировск, старое название Хибиногорск в горах Хибины. Основное дело Сергея Мироныча Кирова, он же занимался промышленностью в этом городе. То есть не зря же город Хибиногорск назвали Кировском. Значит, город, в котором Киров охотился, в который он добывал зверя, в котором он инспектировал. Город, который в горах. Киров это первый турист, да, с одной стороны. И с другой стороны, юные студенты индустриального вуза, инженерного политехнического института, студенты-дятловцы, которые есть продолжатели дела Кирова, которые такие же, как Киров, заядлые туристы. С удовольствием бы они, конечно же, охотились бы в горах Северного Урала. Однако они также считают себя продолжателями дела Кирова. Чтобы считать себя верными кировцами, быть достойным Сергея Мироныча Кирова, они также называют свою туристическую группу Хибина в честь города, который в дальнейшем был переименован в Хибиногорск. Как вам такая логическая связь? Итак, дятлов. Чтобы отметить 20-летие гибели Сергея Мироныча Кирова, прокровителя всех инженеров, называют свою группу в честь города, который был смыслом жизни Сергея Мироныча Кирова, Хибиногорск. В честь этого города дятлов называют свою группу Хибина, так как они считают себя последователями дела Сергея Мироныча Кирова, чтобы развивать промышленность в Советском Союзе, быть достойными имени Кирова в дальнейшем, чтобы их называли достойными кировцами. На этом сегодняшний выпуск заканчивается. Вот так вот парадоксы истории изучаешь смерть Сергея Мироныча Кирова, догадываешься о некоторых фактах из биографии дятловцев и делаешь кое-какие выводы. В дальнейшем, я думаю, продолжать исследование причин гибели Сергея Мироныча Кирова, убил ли его по собственному желанию или по наитию, кто вообще убийца Кирова, что за личность Сергея Мироныча Кирова. В общем, вот такую тонкость я собираюсь в дальнейшем расследовать. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Это очень-очень важно для продвижения канала, я вас умоляю. До новых встреч. С вами была Галанина Ольга.